Меня зовут Сергей Станчиц, я полный профессор в нашем центре добычи углеводородов. И я хочу вам рассказать и о Сколтехе, и о нашем центре. Так, мои слайды видны? Да, все видно. Хорошо. И Сколтех, наверное, многие из вас знают, что он был основан в 2011 году в сотрудничестве с ведущим университетом MIT из Соединенных Штатов. Это была идея создать в России тоже такой же научный кластер, как существует в Соединенных Штатах. И для этого были привлечены довольно хорошие финансовые средства, именно для того, чтобы создать очень высокотехнологичную базу, закупить оборудование. И привлечь в том числе специалистов, имеющих опыт работы в зарубежных компаниях, для того, чтобы нам можно было в ускоренном темпе перенять все современные технологии и создать научные исследования на очень высоком профессиональном уровне. И за эти 10 лет, прошедшие после образования в Сколтех, я считаю, что нам это удалось, потому что Сколтех в 2019 году вошел в индекс, в Nature Index, наилучшие 100 университетов мирового уровня, которые оцениваются независимыми иностранными экспертами. И это, я считаю, довольно большое достижение, особенно для такого нового университета, который всего около 10 лет занимается программами обучения и научных исследований. И требования, которые предъявляются к студентам и к научным работникам нашего университета, несколько отличаются от всех других университетов, известных в России. Потому что у нас на самом деле требования более завышенные. И для того, чтобы, например, защитить PHD-степень, необходима не просто публикация в журналах, которые индексируются в российских журналах ВАК, высшей аттестационной комиссии, а требуется именно хороший список публикаций в иностранных журналах, которые индексируются уже независимыми экспертами иностранными. Он это считает, называется скопус. То есть есть такая оценка всех научных публикаций независимыми экспертами. И требованиям Сполтеха, чтобы аспирант, который заканчивает аспирантуру в Сполтехе, обязательно имел минимум две публикации в этих журналах высшей категории. И третья публикация достаточно, чтобы было в российском журнале. Поэтому многие студенты, поступающие на магистрские программы, они начинают научную работу во время магистрского диплома, который проходит два года. И после этого те, кто решил остаться на программу уже PHD, они продолжают свою научную карьеру, познакомившись за эти два года с лабораториями и выбрав самое основное, что тематику, которой бы они тебе хотели посвятить в научной работе. Поскольку у нас в Сполтех занимается комбинация именно обучения и научная работа, все студенты, в том числе и магистрские студенты, магистранты, они обязательно проходят практику в лаборатории. То есть они, кроме того, что слушают курсы, во время пандемии это были онлайн-курсы, сейчас обучение вернулось в оффлайн-модель, и все курсы у нас проходят только на английском языке, потому что многие студенты, они из англоговорящих стран, поэтому одно из условий поступления в Сполтех это хорошая оценка на английского языка, потому что здесь надо действительно для обучения человеку необходимо знать его на довольно высоком уровне. И все курсы проходят на английском языке, экзамены студенты тоже ставят на английском языке, и после того, как они прошли все экзамены и обучения, набрали достаточное количество баллов за два года, происходит защита магистрской диссертации тоже на английском языке. И после этого у нас, может быть, кто-то из вас слышал, что на прошлой неделе проходило торжественное мероприятие, это поздравление всех студентов-магистрантов выпуска 2022 года, которые тоже все презентации были сделаны только на английском языке, в том числе и приглашенными гостями. То есть это особенность нашего университета, что язык научной работы, язык общения у нас английский, и это на самом деле еще и помогает тому, что студенты читают работы, знакомятся с публикациями на английском языке, и в том числе сами обязательно публикуются в англоязычных журналах. Ну, если мы перейдем к бегло, посмотрим на структуру с колл-техом, всего у нас пять основных направлений, как вы видите на этой таблице. Одно из направлений — это искусственный интеллект, что сейчас в наше время очень активно развивается. Второе направление — это науки о жизни и здоровье. Третье направление — это современные методы проектирования и перспективные материалы. И в этом третьем направлении находится наш центр, который называется «Центр науки и технологий добычи углеводородов». Кроме этого, у нас направление — это энергоэффективность, энергетическая технология и фотоника, квантовая технология. Поэтому вы видите, что спектр университета довольно широкий, и наш Центр науки и технологий добычи углеводородов занимается исследованием всех процессов, происходящих в земной коре, и ориентирован на то, чтобы нам именно понять, разобраться в физических процессах и сделать и добычу углеводородов более эффективным, и разработать наиболее перспективные методы, которые позволят добиться добычи углеводородов без какого-то ущерба окружающей среды, что довольно важно именно в наше время. По программам магистратуры вы можете видеть здесь основные направления. Я не буду, чтобы не терять время, не буду вам зачитывать, но вы сами можете посмотреть, что часть программ связаны с математикой и физикой. Конечно, очень важная программа – это информатика и вычислительная техника, и информационные технологии. Ну и в том числе то, что программы, которые относятся к нашему Центру напрямую, это нефтегазовое дело, материаловедение, технологии материалов. Я несколько позднее остановлюсь, почему именно для нефтегазового дела так важно и материаловедение. Если коротко, то нам нужно знать все механические свойства для того, чтобы даже для того, чтобы бурить резервуары, необходимо знать свойства всех горных порог. Поэтому в нашем Центре проводится детальное исследование всех образцов, которые поступают нам от нефтегазовых компаний. Ну и также вы можете видеть в правом столбце описание основное, что может вас ждать в Сполтехе, что это все образовательные программы у нас прошли государственную аккредитацию. И мы, в отличие от многих платных университетов, у нас студенты, магистранты получают стипендию. Но я могу сказать сразу, что стипендия – это нужно подтвердить, что вы действительно показываете хорошие успехи в обучении. Потому что стипендия действительно всем положена, но если ваши успехи будут недостаточными, вы не выполняете те требования, которые, допустим, даны по количеству набранных курсов и прослушанных лекций с данных экзаменов, то стипендия может быть и ограничена, и может быть снята вообще. И по результатам, как мы называем это, annual review, то есть проходят уже все аспиранты обязаны проходить annual review, а для магистрантов есть такие понятия, тоже как предзащита. И перед тем, как магистрант будет выпущен на защиту, обязательно проходит внутреннюю проверку, внутреннюю инспекцию тех результатов, которые он получил. Так что это тоже надо иметь в виду, что ни в коем случае не надо расслабляться, а именно два года будет очень активная работа вас ожидает. И для программы PHD это уже 3-4 года. Здесь значительно более широкая программа и по тематикам. И по поводу защиты я могу сказать, что защита, возможно, закончивших аспирантуру PHD либо в Сполтехе, либо в диссертационных советах российских вузов с получением степени кандидата наук. Дело в том, что есть отличие, что PHD в Сполтехе пока еще не приравнен полностью к степени кандидата наук. Поэтому я надеюсь, что этот вопрос будет решен, а это обсуждается довольно долго, но пока есть некоторые отличия. Но, тем не менее, закончившие аспирантуру могут обращаться и в обычный ВАГ, и в университетах уже защищать PHD-диссертацию. Но это вас, как я понимаю, уже только в далеком будущем, а для магистратуры будет диплом об окончании магистратуры. В наш центр, если коротко рассказать основные направления, то мы занимаемся... В центре работают 10 профессоров, 75 научных сотрудников и порядка 80 студентов магистратуры и аспирантуры. И все эти 80 студентов, они занимаются как обучением, прослушиванием курса, сдачей необходимых экзаменов, так и работой в лаборатории. То есть у нас практически мы используем в научной работе помощь студентов. И студенты проходят у нас лабораторную практику, таким образом они узнают более подробно, чем мы занимаемся. И нам, как научным сотрудникам СКОПТЕХ, это также помощь в виде дополнительных рабочих рук для проверения экспериментов. Но самое главное, что студенты имеют возможность ознакомиться с тем, что проходит в лаборатории. И могу сказать, что у нас лаборатория заключает постоянно контракты с крупными промышленными гигантами компаний, которые... Символы приведены в правой части этого слайда. Газпром нефти, Лукойл, Инжиниринг, Роснефть, Зарубежнефть, ТАТ нефть, и в том числе наша российская компания Новотек. И раньше еще были контракты с компанией ТОТАЛ и многие другие. И компаниям есть интерес проводить, заказывать эксперименты, заказывать исследования в нашей лаборатории, потому что они знают, что уровень научных исследований находится на мировом уровне. И они уверены в том, что исследования будут проведены на высшем возможном уровне. Для этого мы должны поддерживать эту очень высокую планку, требуемую в режиме строгой конкуренции. У нас... Наш центр сотрудничает с различными университетами. Раньше до введения санкции сотрудничество было более тесным. Сейчас это несколько осложнилось. Но, тем не менее, у нас сотрудники иностранных университетов продолжают присутствовать как оппоненты на защитах диссертаций даже сейчас во время суровых санкций, потому что научная работа у нас, научные контакты все-таки продолжаются. И независимо от политической ситуации, я думаю, что международное сотрудничество будет продолжено. И именно что у нас установлены связи с ведущими университетами, и мы подтверждили, что уровень наших научных исследований находится на таком же уровне, как и международные университеты. Наша лаборатория, Центра добычи углеводородов, расположена в отдельном здании. Как вы видите на слайде, в левой части фотография в лесном массиве. Очень красивое здание. Расположено территориально недалеко от Мкана. Это уже за пределами кольцевой дороги. Поэтому зеленый массив вокруг. И есть и парк, и озеро. Поэтому мне действительно очень нравится работать в этом центре. И, как вы можете видеть на фотографиях, у нас установлено очень современное оборудование. Причем оборудование закупленное ранее иностранного производства. И в том числе сейчас мы занимаемся по программе импортозамещением. И часть оборудования изготавливается уже российскими партнерами. Но оборудование находится на мировом уровне. Потому что все исследования, проводимые в нашем отделе, они должны соответствовать уровню, требуемым международными организациями. Для того, чтобы успешно пройти обучение в магистратуре, необходимо заработать каждому магистру 120 зачетных единиц. Ну, это зачетные единицы. Они по специальной системе рассчитываются. Рассчитываются в том числе за обязательные и рекомендованные курсы, за работу в области инноваций и прочее. И, то есть, если у вас не набирается 120 зачетных единиц, то я предполагаю, что вы просто не будете допущены к защите магистрского диплома. Поэтому надо, но, тем не менее, у нас все магистры, им удается заработать эти за два года, эти зачетные единицы, пройти все курсы, получить за них на оценку. И в том числе, как вы видите, 12 участных единиц дается за летнюю практику. Завтра идет презентация программы. Я хочу послушать, как другие делают. Так, и поэтому я могу бегло сделать обзор тех курсов, которые по магистратуре и по направлению нефтегазовое дело. И, в частности, я веду курс, который называется «Прикладная геомеханика». Для курса, который 6 зачетных единиц, это необходимо слушать 3, заниматься, точнее, 3 раза в неделю по 3 часа. То есть это довольно интенсивная нагрузка именно на лекции. То есть вы можете представить, это не только лекции, но это лекции, семинары, домашние задания, потому что нужно именно проходить практику. И курсы у нас построены в сполтехе таким образом, что это не просто прослушал курс лекции и получил эти зачетные единицы за этот курс лекции. Обязательно на курсе предусмотрена, допустим, работа по проекту. На проект мы обычно разделяем всю группу на некоторые подгруппы, например, по 6 человек. И, например, на моем курсе «Прикладная геомеханика» я потом даю задание в конце «Защита проекта». Это значит, что группа из 6 человек должна составить свою презентацию, и сделать выступление, как обычно это делается на международных конференциях. То есть они должны описать те результаты экспериментов, которые они провели сами в лаборатории, в части лабораторных исследований. Сами они обработали результаты и сами показывают. И кроме того, что просто демонстрация полученных результатов, я обязательно требую своих студентов, чтобы они умели показать научную значимость. То есть не просто показать результаты, но объяснить, для чего все это надо. И таким образом, набрав и пройдя рекомендованные курсы, а также можно выбрать из курсов по выбору, можно набрать эти требуемые 120 зачетных единиц для того, чтобы получить допуск к окончательной защите. Но, как вы можете видеть, студенческая жизнь у нас протекает довольно активно. Есть огромное число различных клубов. И если вы даже придете к нам в главное административное здание, то там увидите баскетбольное кольцо, что может быть не совсем обычное. Увидите теннисные столы. То есть студенты ведут довольно активную жизнь. И не только обучение, но и занятия спортом и все остальное. Ну и если наверняка некоторых из вас будет интересовать темы магистрских диссертаций, вы можете видеть здесь список тех тем по нашему направлению, которые были защищены в 2019, 2020, 2021 году. И, как вы можете видеть, почти все эти темы имеют практическое применение, потому что они основаны на результатах работы в лаборатории, а также летние практики в компании, как, например, поиск предвестников аварий при бурении при помощи алгоритмов, которые разработали студенты. То есть это необходимо именно, чтобы было практическое применение. Это не просто магистрская диссертация, которая будет написана и положена на полочку где-то, а это именно то, что позволит вам использовать как начало вашей наручной карьеры. И в дальнейшем вы можете развить эту магистрскую диссертацию при обучении в PHD. И обязательно летом проходит производственная практика в различных компаниях. И, как вы можете видеть, это список компаний, которые заказывают нам студентов, и студенты потом по результатам летней практики пишут отчет. И наверняка у многих будут вопросы куда дальше после завершения Сколтеха. У нас Сколтех, мы, наверное, вы слышали очень много об этом, что Сколтех развивает стартапы. И у нас есть примеры, когда студенты, PHD, допустим, студенты, защитив диссертацию, они образовали свой стартап, и эти стартапы успешно работают. Стартап – это небольшая компания, которая имеет именно какой-то практический выход. И стартап – это уже коммерческое применение. И за годы обучения все студенты, они решают, какое будет основное направление дальнейшей научной работы. Или идти в бизнес, как организовать стартап, или идти на работу в университет, где будет обучение академическое, либо идти на работу в прикладные компании, как «Газпромнефть», «Лукойл Инжиниринг» и другие сервисные компании. Ну и как поступить, это, наверное, Александр сможет объяснить более подробно. Если у вас будут вопросы, то это все стандартно. И я надеюсь, что пример поступления и подробная инструкция по поступлению указана на веб-сайте Сколтеха. Так что, если у вас есть вопросы, я готов ответить на ваши вопросы. Да, уважаемые участники, свои вопросы вы можете направлять в общий чат. Вопросов никаких пока нет? Может быть, сейчас пишут еще. Да, я думаю, что минутку-две мы можем подождать. Хорошо. Ну и если возникнут вопросы позднее, то можно уже по e-mail вопросы в том числе рисовать и мне, и Александру. Давайте я тогда в чат продублирую нашу электронную почту, чтобы если какие-то вопросы вдруг появятся позже. Если какие-то вопросы появятся, потому что я понимаю, что за 20 минут это очень бегло рассказ, но если у кого-то появился интерес, то вы можете зайти на веб-сайт Сколтеха и посмотреть уже более подробно, и в том числе посмотреть, какие профессора каким направлением занимаются. Сегодня у меня уже не было времени на то, чтобы рассказать об этом более подробно, но желательно, чтобы каждый студент выбрал примерное направление своей научной работы. Так, у нас тут появились вопросы. Здравствуйте. Можно ли после специалитета поступить к вам? Да, можно. И Сколтеха этим и уникален, что для вас обучение будет бесплатным. Даже если вы пришли к нам после магистратуры либо после аспирантуры, вы можете также поступить еще раз в магистратуру либо в аспирантуру. Также после специалитета обучения будет бесплатно. Ваша задача пройти отбор. И, соответственно, я ответил на второй вопрос. Сколько стоит обучать? Обучение в магистратуре. Обучение в Сколтехе бесплатное. Вы еще получаете стипендию. Стипендию стартует от 40 тысяч рублей для магистрант и от 75 для аспирантуры. Так, и на всякий случай я дублирую в чат нашу почту. Всегда можно будет туда написать, задать вопросы. У нас европейская система подачи заявки. Все можно абсолютно заполнить с мобильного телефона. Я сам проверял. Если все документы готовы, подача заявки занимает примерно 3 минуты. Ну, на аспирантуру, конечно, там посложнее, но в целом все сделано для удобства абитуриентов. Александр, а подскажите, какой у вас обычный конкурс? Сколько студентов претендует на одно место, как правило? Вы знаете, каждый год конкурс разнится. И на самом деле это вам цифра ничего не скажет, потому что нужно смотреть качество ребят. И тут как бы так это, я не знаю. В общем, цифры я вам не скажу, потому что они могут как-то бесплатить. Конкурс большой, но не было еще ни одного студента. Я просто очень много с ними работаю. Кто бы сказал, что сложно поступить. Все те, кто хотели, они, собственно, получили эти места. И вот как так. Спасибо. У нас вот еще один вопрос. Химия и физика обязательно дисциплины для тестирования. Ну, вообще, давайте я вам тогда сейчас прямо сделаю вот так. Я вам прошу ссылочку на сэмплы наших вступительных испытаний в магистратуру. И там вы найдете программу Petroleum Engineering, где прямо примеры заданий на этот год. И, ребята, если кто-то хочет поступить в SchoolTech, осталось времени буквально немного. У нас дедлайн для подачи заявки – 10 июля. И потом мы закрываем наш прием, и все. 11 июля уже пройдет тестирование последнее. То есть, если вы хотите успеть, то подавайте заявку скорее. Мы вас ждем. На этой неделе, поэтому надо действительно очень торопиться, потому что уже 10 июля – это воскресенье. Смотрите, да, вот я отвечаю на следующий вопрос. На какой даты необходимо пройти все вступительные тестирования и собеседования? Мы закрываем прием заявок 10 числа, и последний тест у нас 11 июля. Далее мы приглашаем всех тех, кто успешно прошел онлайн-тестирование на интервью. У нас это называется Selection Weekend, и он пройдет 25 и 26 числа. Это понедельник и вторник. В какой именно день еще пока сложно сказать, потому что расписание не готово, но будут оба дня заняты, в какой-то день вы задаете английский, если вам нужно, и в какой-то день вы проходите интервью. И, собственно, потом еще через 10 дней результат – это примерно там какой-нибудь 10 августа условно. Нет, вдруг, да, наверное, даже 5 августа. И вот все. По датам это так. Скажите, пожалуйста, ну как у нас по таймингу там уложили? По таймингу, да, все уложились, у нас осталась буквально одна минута. Я думаю, что оставшиеся вопросы участники направят вам на электронную почту. Давайте. Да, большое спасибо вам за сегодняшнюю презентацию, очень рады были вас видеть. Спасибо. И желаем вам успехов при отборе студентов на программу. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.